МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЕТЁРКА! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, все вы давно заметили, и наше телевизионное строгое начальство тоже заметило, что лучше всех играют не взрослые, не старшеклассники, а лучше всего играют нашу уникальную территорию для школьников дети примерно 5-го, 6-го, 7-го класса. Вот сегодня у нас по новочисленным заявкам, чтобы свежие лица, молодые, умные, ну и, главное, сообразительные. Так вот, сегодня у нас играют Гомель против Светлогорска. На синей половине студии за синим квадратом у нас команда Златы Казанцевы. Это гимназия номер 46 имени Блеза Паскаля. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с этими замечательными детьми педагог-методист Светлана Сергеевна Северная. Вот они сейчас ей посылают в эфир. Привет, потому что она немножко приболела. Пожелайте ей здоровья. На красной половине студии за красным квадратиком команда Алины Шашенко. Это Светлогорск. Третья школа. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а с ними работает, и давно уже работает, и плодотворно, Ирина Викторовна Сафонова. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, начнем. Я обращаюсь к Злате Казанцевой, капитану команды Гомельчан. Злата, на нашу стартовую игру, на нашу донетку, на блеф игру, кого вы отправите? Я считаю, что от нашей команды должен идти Назар Сергей, так как он никогда ни в чем не откажет. Хорошо. То есть он не может говорить «нет», он может говорить только «да». Да. Понятно. Да. Хорошо, Алина, кто у вас, донетчик, самый главный? Мои мысли сходятся, что это будет роман. Хорошо. Итак, Сергей против романа. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Верите ли вы, что в русских сказках и былинах землю называют матерью? Старт. И так, Сергей? Верю. Верю, да. Земля-матушка или мать-сыра-земля, говорят в сказках. И Сергей Назар заработал для команды первые пять очков в нашей Родит-пятерке. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Рома, больше уверенности. Верите ли вы, что в США есть такой праздник – День Отца? Вы фольстарт, Роман. За этим очень строго следит наш электронный судья. Сергей? Верю. Верите, да? Есть там такой праздник – не только День Матери, но и День Отца. Играем. Верите ли вы, что красной шапочке тот самый головной убор подарила бабушка? Старт. Прошу. Верю. Верите. И правильно делаете. Именно бабушка связала ей шапогуш, как говорят французы. Играем. Верите ли вы, что главный герой фильма «Брат» утверждал, что сила в деньгах? Вперед. Прошу, Рома. Верите, верите? Верю. Верите. Нет, Рома. Я бы очень не хотел, чтобы у вас осталось впечатление, что сила в деньгах. Главный герой фильма «Брат» говорил, сила в правде. Так что вот запомните это. И заканчиваем. Верите ли вы, что в Советском Союзе было такое звание высокое «Мать-героиня». Старт. Верю. Верите, конечно. И было такое звание. Женщина, родившая и воспитавшая 10 детей, получала звезду матери-героини. И вот прекрасно вышел такой уверенный в себе Сергей. Вышел такой немножко испуганный Роман. А счет 10-10. Равная игра. Вперед, следующий бой. В дуэль-игре у нас, как вы знаете, 5 тем по 5 вопросов. И каждый из игроков, и гомельчан, и светлогорцев, должен хотя бы один раз сходить к нашей стойке, к нашей кнопке. Я сейчас объявляю темы дуэля-игры. И команды быстренько так обсудят, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Первая тема. Семейная игра. Наша семья. Это о семье в Беларуси. Разные родственники. Тема второго боя. Родня в пословицах. Злые мачехи. Совершенно сказочная тема. Вспоминаете злых мачех в сказках. Ну и последняя, пятая тема. Добрые мамы. 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя берет. Вперед! Марина, ты на первую. Марина, ты на первую. 5 секунд и стекли. Команды закончили обсуждение. И Злата. Кто из команды лучше всего знает, как хорошо живется в семье у нас в стране? В нашей команде это прекрасно знает, опять же, Назар Сергей. И поэтому отвечать будет он. Хорошо. Сергей, это ваш второй и последний выход. Больше двух раз у нас к стойке не ходят. Алина, кто знаток семейных ценностей? Я считаю, что это, конечно же, Марина, потому что она будет хорошей матерью. Я очень надеюсь. Это хорошо. Итак, Сергей против Марины. Вперед! Итак, начнем. Многодетной в нашей стране считается семья, в которой как минимум столько детей. Старт. Прошу. Три. Трое, это правильный ответ. Плюс пять. Играем. В России помощь многодетной семье называется материнским капиталом. А у нас каким капиталом? Старт. Прошу. Материальный капитал. Материальный капитал. Это не совсем правильный ответ, это совсем неправильный. Сережа, может, вы знаете. А вот можно было оттолкнуться от темы нашей игры. Игра семейная. Это семейный капитал. Ну, как-то вот одной матери в России, а у нас сразу целая семья. Играем. Отпуск по уходу за ребенком в нашей семье до стольких лет. Старт. До трех лет. До трех лет. Прекрасная будет, мама. Продолжаем. День матери у нас совпадает с этим христианским праздником. Старт. Прошу, Марина. Покрова. Чего? Покрова Пресвятой Богородицы. Да, Пресвятой Богородицы, Покров Божией Матери. Вы абсолютно правы. И заканчиваем тему. Сережа. Где ваш мужской характер? Мама пятерых детей получает у нас орден. Старт. Марина? Орден Матери. Орден Матери. Прекрасная игра. Сергей, что с вами случилось, я не знаю. Тем не менее, Марина вышла. Показалось, что она будет не только прекрасная матерь. Это еще посмотрим. Но то, что она прекрасный игрок, это видно с первого взгляда. 15-25. Светлогорск впереди. У нас следующий бой. Вперед. Итак, Злата. Сережа уже отработал свое. Кого отправляете в следующий бой? Тема «Разные родственники». Я в следующий бой отправила бы Степана, так как он справится. Справится. Верю. Алина, у вас? Без вопроса. Я отправлю Ивана. Итак, Степан против Ивана. Вперед. Разные родственники. Повторение, как известно. Мать его. Старт. Итак, Степан. Учение. Это правильный ответ. Играем. В больнице за вами будет ухаживать эта, так сказать, родственница. Вперед. Степан, прошу. Месть сестра. Медицинская сестра. Вы правы. Братья Ромул и Рэм основали этот великий город. Старт. Прошу. Рим. Рим, Иван, вы правы. Мужчина, который участвует в обряде крещения, это старт. Крестный отец. Крестный отец, Иван, да. И заканчиваем. Материнская плата – необходимая деталь этого устройства. Вперед. Прошу, Степан. Компьютер. Компьютер. Это правильный ответ. Обменялись ответами игроки. Степан немножко приблизил свою команду к сопернику. 30-35. Отличная игра. Следующий бой. Вперед. Родня в пословицах. Тема нашего третьего боя. Злата, кто более-менее так знает? Честь нашей команды уже отстаивал и Сергей, и Степан. Теперь моя очередь. Хорошо, Злата, мы вас ждем. Алина, чем вы ответите? Я считаю, что на эту тему все-таки пойдет Милена. Итак, Злата против Милены. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Ну, знаете, есть такая пословица. Он не тетка пирожка не подсунет. Он это старт. Неужели не слышали ни разу? Голод не тетка, говорят. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Муж и жена одна. Закончите. Старт. Прошу. Семья. Одна семья. Немножко рифму не выдержали. Муж и жена одна семья. Ну, где тут народная мудрость? А тут тоньше. Милен, будете отвечать? Муж и жена одна. Родня. Родня. Понятно. Не слышали. Опять-таки тяжело у нас с поговорками. Говорят, муж и жена одна сатана. Играем. И снова рифмованная пословица. Плохой рыбак, плохие сети. Плохая мать, плохие. Старт. Прошу. Дети. Дети. Дети это правильный ответ, Милена. Ну и такая вот. Проверим, как вы заодно не только пословицу, а еще и биологию знаете. Вот на Кавказе говорят. Семья без любви, дерево без них. Старт. Без чего без них? Без чего же дерево не может жить-то? Как семья без любви. Прошу, Злата. Без корней. Без корней это правильный ответ. Молодец. Ну и логическая народная мудрость. Зятю теща. А жене она кто? Старт. Мать. Да, как бы там ни было, зятю теща, а жене все-таки мама родная. А жене мать. Браво, Злата. Итак, равная игра. 40-40. Злата выравнивает счет. А мы продолжаем. Следующий бой. Вперед. Итак, Злата, подошла тема сказочная. Злые мачехи. Вот почему-то в сказках больше как-то вот злых мачех, чем добрых мам почему-то. Ну вот, наверное, потому что характер сказочных героинь выковывается в борьбе со злыми мачехами. Итак, Злата, кто у вас знает сказки, в том числе и про злых мачех? Я считаю, что в нашей команде лучше всех сказки знает Никита, и поэтому Никита вперед. Алина. Естественно, это же Роман. Роман. Итак, Никита против Романа. Вперед. Прекрасно. Начнем. Ее злая мачеха задала ей слишком много работы, чтобы она не успела на бал. Вперед. Прошу. Золушка. Золушка, конечно, это правильный ответ. Играем. В этой русской народной сказке злая мачеха заставила мужа отвезти падчаицу в лес, чтобы та там замерзла. Старт. Что же за сказка, чтобы девочка замерзла? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Так. Сказку Морозка никогда не видели, не слышали, дети. Играем. Злая мачеха у Андерсона превратила своих пасынков в этих птиц. Старт. Прошу, Роман. В лебедей. В лебедей. Это правильный ответ. В новогоднюю ночь злая мачеха отправила падчаицу в лес за этими цветами. Старт. Подснежники. Подснежники, правильно, Никита, да. Двенадцать месяцев сказка. И заканчиваем. Натерпевшись от мачехи с говорящим зеркальцем, бедняжка нашла приют у них. Старт. У кого у них? Роман? У гномов. У гномов. Вообще, честно говоря, я ожидал от русскоговорящего человека, ссылки на Александра Сергеевича Пушкина, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ну, Белоснежка и семь гномов вполне подходят под этот вопрос. Браво, Роман. 55-45. Роман хоть и так иногда тихонечко говорил, но говорил, в общем-то, правильно. 55-45. Светлогорск впереди. У нас следующий бой. Вперед. Пятый бой. Добрые мамы. Кто добрых мам у вас знает и любит? Я считаю, что Женя из всех нас любит свою маму больше всего, поэтому... Мама Жени, слушайте, слушайте. Злата все знает. Хорошо? Алина у вас? Все уже были хотя бы по одному разу, поэтому пойду я. Хорошо. Итак, Евгений против Алины. Вперед. Ну что, Женечка, Алиночка, начнем. Добрые мамы. Как звали маму князя Гведона, неизвестно. А кто папа? Понятно. Ах. Тю-тю-тю-тю-тю. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот зрители знают. Зрители в школе учились. Вот. И они должны знать, что сказка о царе Салтане. Вот именно там действует князь Гведон, тот самый сын царя Салтана. Наиграем. Ее мама нашла ее в цветке вроде тюльпана, купленного у колдуньи. Старт. Дюймовочка. Дюймовочка. Это правильный ответ. Продолжаем. Мать Тереза, основательница Ордена Милосердия, получила эту премию мира. Старт. Какую премию мира? Рус. Так. Это Нобелевская премия мира. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Мама хоккейного вратаря Владислава Третьяка привела его в хоккейную школу, потому что она преподавала в школе этот предмет. Какой? Старт. Прошу. Физкультуру. Абсолютно правильный ответ. Мама была спортсменка и, естественно, сына тоже отдала в спорт. Прекрасно. И заканчиваем тему. Добрая мама крошки енота из мультфильма, для того, чтобы ее сын подружился с сидящим в пруду, посоветовала ему сделать это. Улыбнулся. Улыбнулся. Женечка, как вот крошка енот улыбнулся? Вот именно так он улыбался. Браво. Итак, Евгений привел свою команду практически в равный счет с соперником. Женя, браво. Тебе аплодирует команда, тебе аплодирует зал. Ну, Алина. Вот капитанит она хорошо. Вот когда сама в игроки вышла, как-то она зашугалась, как говорят наши нынешние дети. У нас следующий бой. Вперед. Тест-игра. Пришла пора нашему скоростному централизованному тестированию. Три варианта ответа. Один нужно выбрать. И очень быстро. Тест-игра у нас опять-таки материнская. Ну, в семье мама это главное. Злата, кто готов у вас отвечать? А, Б или С? Никита. Никита. Прекрасно. Алина, кто вселен в тестах в Светлогорской третьей школе? Милена. Милена. Итак, Никита против Милены. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, не забывайте про магическое слово «старт» или «вперед». Поехали. В азбучных прописях в первом классе мама моет. А. Раму. АПЛОДИСМЕНТЫ Б. ОКНО. АПЛОДИСМЕНТЫ Милена. Мама моет раму. Мама мыла раму. Это правильный ответ. Милена сейчас принесла команде 10 очков за какую-то раму. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Никита. Палец на кнопку. Вдавливайте ее, не жалею. Играем. По синему морю к зеленой земле на белом корабле плыл к маме. А. Котенок. Б. Медвежонок. Ц. Мамонтенок. Старт. Прошу. Мамонтенок. Мамонтенок. Это правильный ответ. Мультик «Мама для мамонтенка». Никита 10 очками отыгрался. Продолжаем. Святые, вера, надежда и любовь. Они сестры. А мать их звали. А. Марья. Б. Дарья. Ц. Софья. Старт. Ну, смелее. Вот так вы централизованное будете сдавать? Ничего не писать? Рискуйте, советую это вам. Прошу. Марья. Марья. Красивое имя, но не так звали маму. Три, две. Софья. Софья – это правильный ответ. Пять очков на подборе. Рискуйте, атакуйте. Смелее. Играем. Студенты называют свой вуз по-латыни Alma Mater. Что означает? А. Мать-кормилица. Б. Приемная мать. Ц. Злая мачеха. Старт. Итак, дорогие мои, нерешительные какие-то, что Никита пугливый, что Милена, такое ощущение, что чудище такое стоит, Змей Горынычий вас съест, откусит голову после неправильного дела. На самом деле, мать-кормилица Alma Mater. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Белорусский орден матери, о котором мы уже с вами разговаривали, подвешивается к колодке, которая обтянута муаровой лентой. А. Розового цвета. Б. Голубого цвета. И. Ц. Красно-зеленого цвета. Старт. Прошу. Голубого цвета. Голубого цвета. Да, именно так выглядит наш орден матери. Десять очков с игры. Никита, я хочу вас обрадовать. Вы увели команду. Вперед. Восемьдесят семьдесят. Голубый впереди. Следующий бой. У нас сейчас слайд. Игра, тема мамы в мультфильмах. И поэтому именно у вас я спрашиваю, кто у вас настолько хорошо знает мультики, чтобы различить, кто там мама и как называется мультфильм. Я считаю, что от нашей команды должен идти Женя. Женя. Он уже себя показал. С самой хорошей стороны. Ну что ж, Алина. Я считаю, что пойдет, по моему мнению, самая лучшая мама Марина. Мама Марина. Хорошо. Итак, Женя против Марины. Вперед! Ничего жать не нужно. Руки с топок можно убрать. Вы смотрите на экран. Внимательно. Потом внимательно смотрите на меня или в камеру и произносите правильный ответ. Начнем мы с вырвающей стороны. По очереди будем. Итак, начнем мы с Жени. Евгений, прошу вас. Называйте мультик. Мы уже говорили об этой сказке. О царе Салтане. Это сказка о царе Салтане 15. Догадался. Мариночка, играем с вами. Мама для мамонтенка. Абсолютно точный ответ. Молодец. Переходим мы к Евгению. Женечка, играем. Это... Точный ответ. Каникулы в Простоквашино. Блеск. Просто блеск. Именно каникулы в Простоквашино. Вот мама считает, сколько у нее на курорте осталось вечерних платьев, вот, чтобы потом их поносить и вернуться к любимому сыну и его любимым зверюшкам. Мариночка, поехали, следующую маму. Как называется мультфильм? Мама и дядя Федор. Мама и дядя Федор называется мультик. Увы, 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 не могу принять. Прошу. Малыш и Карлсон. Абсолютно точное название. Малыш и Карлсон. Вот тут мама рассказывает своему малышу, что он стоит 100 тысяч миллионов. Каждая мама считает, что ребенок ее самое дорогое. 10 очков с подбора взял Евгений и переходит он к следующей маме. Тишина. Тишина в студии. Бэмби. Бэмби? Бэмби плюс 15. Марина, догоняйте, не бойтесь. Марина. Умка. Умка, да. Ложкой снег мешаю, ночь идет большая. Прекрасно, Марина. Евгений, ваш шанс. Крошка енот. Да, мультфильм называется Крошка енот. Абсолютно точное. Мариночка. Маугли. Маугли, да. Отлично. Это наш советский мультфильм. А Маули никак не книга джунглей, а просто Маугли. Головоломка. Головоломка. Инсайд аут. Мозги наружу. Есть несколько вариантов. Да, это головоломка. Ее прокатное название. Замечательный, умный очень мультик. Марина, у вас есть последний шанс поставить точку. Король лев. Король лев, да. Отлично. Евгений, только не загордитесь. 160, 5, 130. Вы сделали своей команде очень хороший отрыв. И теперь все будет зависеть от того, кого отправят в бой. И ваш капитан, и капитан вашего соперника. Риск игра, вперед. Итак, риск игра. Риск игра, это единственная игра в нашей РД пятерке, в которой за неправильный ответ штрафуется. Правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Злата. Человек, который еще двух раз не пробовал выходить. Кто это? Самый сильный, самый умный. Кого вы оставили на закуску? Мне подсказывают мои товарищи, что это буду я. Скромный капитан. Не я решила, а мои товарищи подсказывают. Браво, Злата. Скромность украшает капитана. Алина, ваше решение. Самый рискованный – это Иван. Итак, Злата против Ивана. Вперед! Самая скромная, самая скромная Злата против самого рискованного Ивана. Наша семья, мама в нашей стране получает орден матери, как только ее пятому ребенку исполняется. А сколько лет? Старт. Да, вот тут уже рисковать страшновато, потому что минус 20. Рискнула? 18 лет. Злата, только что вы отняли у команды 20 очков, еще стал 145-130. Будьте осторожнее, хотя рис тоже благородное дело. А Иван так стоит и вредничает. Ну, вы будете что-нибудь отвечать или нет? Нет. Нет, Иван не будет ничего отвечать. Как только ребенку исполняется год, белорусская мама имеет право получить орден матери. Естественно, если это ребенок пятый в семье. Это ее право. Разные родственники. Вот южноамериканские индейцы говорили, мама-земля веселится и пляшет. А какое бедствие они так описывали, Старт? Вот тут все логично. Прошу, Иван. Землетрясение. Это землетрясение, вы правы. И Иван выводит команду вперед. 150-145, Злата, внимание. Родня в пословицах. Эту старшую родственницу народная мудрость называет второй матерью. Старт. Тишина, 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 тишина. Не надо никаких жестов на трибунах. Никто не рискнул ни Злата, ни Иван. Говорят в народе бабушка, вторая мама. Это иногда очень и очень справедливо. Народная мудрость, родная земля. Матушка, а чужая сторона, она старт. Злата. Мачеха. Мачеха, вы правы. И теперь для победы Ивана нужно выиграть кнопку и дать правильный ответ на последний вопрос. Внимание, тишина. Добрые мамы. До чего техника дошла? Его маму и там, и тут показывали. Старт. Чью маму? Злата. Маму дяди Федора. Да, да, да. Маму дяди Федора. Иван то ли не знал, знал, конечно, но, наверное, не рискнул. И Злата, 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 Злата вам аплодируют ваши товарищи, которые вас выдвинули. Вам аплодирует студия. У нашей уникальной векне для школьников, как известно, лучше всего играют не старшеклассники, не взрослые, а вот молодые, юные, отчаянные, веселые лица. Поэтому у нас сегодня игра пятых, шестых, седьмых классов. Гомель против Светлогорска. Новые лица. Азартные ребята. Вперед играем Радио Пятерку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова